Долгожданный первенец в семье Матвея и Юлии Табаченко появился в канун Старого Нового Года. Мальчика назвали Сашей. Из послания президента Федеральному Собранию молодые родители узнали о новых мерах поддержки для семей. Признаются, на такую помощь от государства даже не рассчитывали и уже планируют второго малыша. Я рожаю только одного ребенка, потому что боятся не поднять двоих, троих и так далее. А сейчас государство поддерживает, и можно задуматься о продолжении дальше двоих, может быть. Малыш родился в новом перинатальном центре. С начала Нового Года здесь уже появились на свет порядка сотни детей. Это центр, который оснащен оборудованием, но лучше просто не бывает. Это европейский уровень центра, а где есть оборудование и высокопрофессиональные кадры, там и есть оказание качественной медицинской помощи, конечно же. В своем послании президент предложил продлить программу выплат материнского капитала минимум до конца 2026 года. Начать выплачивать его уже за первого ребенка, а за второго платить еще 150 тысяч. Таким образом, за двоих семья получит 616 тысяч рублей. Сумма будет ежегодно индексироваться. В семье Зимцовых уже есть сыночек. Теперь родилась еще и лапочка дочка Варвара. На что потратит материнский капитал, еще не решили. Если это отложится, то тогда, я думаю, что, скорее всего, на образование. Ну, мы еще не думали, потому что вчера только эту новость прочитали, как-то еще даже не обсуждали этот момент. Вот, ну так, очень рады тому, что правительство поддерживает семьи, что, ну, является несомненно стимулом, я думаю, мотивацией для многих к вопросу решения, принятия решения о рождении второго и последующих деток. При рождении третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит почти на полмиллиона рублей. С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. В Самарской области родители получают не только федеральную поддержку, но и региональную. В области с 1 января начали выдачу наборов подарков, в которых есть все необходимое для первых дней жизни. Такие наборы уже получили более 200 малышей. К концу года ожидается, что приятный бонус получат более 12 тысяч человек. Решения, которые озвучены, когда материнский капитал уже при рождении первого ребенка будет выплачиваться, мне кажется, крайне важны. Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение, чтобы поддержать рождение первого ребенка. Мы предоставляем с 1 января текущего года такой пакет, подарок, который обеспечивает всем первым необходимым младенцам эту молодую семью. Президент поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно, уже с 1 января текущего года. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. В одном из 말이 учиться с 8 января текущего года. Продолжение следует...